Так прикольно, когда на передний план выходят растения, и я как бы среди них. Очень повесенне. Все. Привет, красотки! И я знаю, что вы очень соскучились по бьюти-видосикам, а в особенности по макияжам, причем без моей лишней болтологии. Ну, как мне кажется, потому что я люблю краситься и отвечать, например, параллельно на вопросы, но вместе с этим я упускаю подробности макияжа. А сегодня я решила сделать все наоборот. Я буду краситься, показывать вам каждый продукт, каждый этап. И самое интересное, что у меня накопилось таки несколько новиночек, бьюти-находочек, как еще говорится. Сначала видео пшикнусь любимыми духами. Они мне придают весеннего настроения, знаете, как вот запахи могут тебя будто переселить в какую-то эпоху или в какое-то время и напомнить о каких-то воспоминаниях. Вот с этими духами у меня самые прекрасные воспоминания. Лицо мое часто как белый лист, и сейчас мы будем на нем творить. Я хочу вам показать свой макияж, который я делаю, когда есть настроение. А, вот, ищу тоник, он прямо передо мной лежит. И это макияж самое, что главное и самое интересное. Он подойдет абсолютно всем. Вот прям всем. То есть стрелки могут подойти не всем, да, потому что у кого-то там нависшая века, нужны какие-то особенности. Этот макияж, он такой универсальный, но в то же время очень красивый. Так как я все-таки пришла с улицы, я протру свое лицо тоником, чтобы все загрязнения убрать. И новинка номер один в моей косметичке. Это такая сыворотка, бренд Дальба называется. Это прямо моя любовь. Ее можно использовать всегда. Вот просто всегда, когда вы хотите. Перед макияжем, после макияжа, во время макияжа, просто в течение дня. Это такой спрей, такая сыворотка, которая увлажнит и напитает лицо моментально. Делает его не таким тусклым и безжизненным в наши прекрасные бессолнечные времена. Содержит белый трюфель, масло авокадо, экстракт семян чия, токаферол. В общем, витаминная бомбочка в одном флаконе. И очень удобно, да, то, что распыляется, спрей. Я к нему еще вернусь, когда мы будем наносить тон. Собственно, мы сейчас начнем наносить тон. Знаете, во время нанесения тона иногда бывает такое ощущение, что хочется увлажнения. Будто либо тон слишком густой. Этот спрей тоже отлично подойдет. Что по тональникам? У меня, как всегда, у меня не бывает ничего просто. Я смешиваю два тональника. Это... Так, кто это? Это, по-моему, Kat Von D. Это L'Oreal Paris. Новая формула. Это для меня слишком темно, это для меня слишком светло. Да, есть что-то, что для меня еще слишком светло. Несмотря на то, что мой лист... Мой лист. Я даже называю свое лицо листом. Потому что мое лицо похоже на белый лист. Так вот, я замешиваю эти две основы еще не только потому, что они по цвету друг друга дополняют, а потому что они еще по текстуре очень хорошо друг друга дополняют. Не бойтесь это, кстати, делать, если боялись до сих пор. Потому что иногда бывает, что тональная основа вроде классная, но она уж очень пересушивает. И именно это можно сказать про L'Oreal, потому что она прям такая стойкая, такая ядерная. А Kat Von D как водичка. И в итоге я смешиваю два, и получается идеальная для меня консистенция и идеальный для меня продукт по стойкости и по нанесению, по растушевке. Как раз на этом этапе я бы снова сбрызнула спреем, потому что немножечко вот чувство уже начинает. Ну не то, что стягивать, но просто ощущение того, что на твоем лице есть тональник, и хочется коже своей немного помочь. Производство, кстати, это Корея, и перед использованием обязательно надо взболтать. Вы видели, да, наверное, вот уже сейчас начинает вот такая вот полосочка масла формироваться. Ну что, один этап позади, можно хлебнуть водички, хлебнуть. Пока моя сыворотка впитывается, давайте мы займемся глазами. Это наш главный, наверное, здесь акцент. Вот эта палетка у меня живет уже три года, но только недавно я начала использовать вот этот обалденный цвет под названием Sweet Fig. Я его избегала, потому что он мне казался каким-то слишком фиолетовым. На самом деле, да, он, конечно, не скажешь, что прямо повседневный, но я ошибалась. Могу к вам даже еще поближе сесть, чтобы мы с вами были максимально близки, чтобы вы видели каждую мою складочку, каждую мою морщинку. Но самое главное, чтобы вы видели мой глаз. Когда на кисточку набираю еще один слой, я чуть больше прохожусь именно по внешнему уголку глаза. И таким образом незамысловатая такая складка века у нас прорисовывается. Возьму чистую кисточку, чтобы все это немножко подрастушевать. И сам цвет я чуть-чуть увожу вот так, по направлению к вискам. То же самое повторяю со вторым глазом. Классно, когда, знаете, кисточка, она такая вроде для век, но она такая большая для кисточки для век. То есть она одним взмаком, можно сказать, красит тебе все века. Это очень-таки удобно. Я не знаю, вот видите вы сейчас это или нет, передает ли камера, но одним нанесением этого оттенка глаза стали больше, выразительнее и будто здоровее. Потому что будто прорисовалась естественная складка века, хотя я вообще не старалась, я просто нанесла на все века. Он просто как-то очень гармонично смотрится на лице. В палетке он кажется фиолетовым. Все девочки знают про эту фишечку, мы прорисовываем межресничку. Такой маленький хитрый трюк. Бальзам нужно нанести, просто потому что его нужно наносить всегда. Мы смотрим вниз на себя в зеркало и не закрывая глаз, как бы немножечко снизу. Ее прорисовываем. Сейчас вы увидите большую разницу. При том, что это никакая не стрелка, ничего. Прямо сильно в... О, здравствуйте. Начался контуринг. Сильно прямо внутреннюю часть мы не затрагиваем. В основном акцент делаем на середине века и на внешнем уголке. И сейчас я на вас посмотрю и вы все поймете. Ну что? Есть разница? Конечно же есть. Правильный ответ. В принципе, если нет времени на тушь, да, вот это вот вырисование ресниц, можно уже оставить так, и у тебя как будто уже ресниц стало в два раза больше. И смотрится очень естественно. Это особенно для тех, кому в школу, например, запрещают краситься. А очень хочется. Перед тушью, почти финишируя, мы нанесем небольшой блесточный акцент. Многие боятся блесток на ежедневной основе, но, конечно, есть большая разница. Нанесешь ты вот так вот какую-то стрельщу еще, вот все эти блестки рассредоточатся по твоему лицу. Или ты сделаешь один точечный шпоник. Вот такой. Какой шпоник? Блестки у меня от Чупа Чупс. Им уже два года, наверное, они не кончаются. Это вообще, кстати, вещь. Вот если про косметичку говорить, мне кажется, вещь must have стопроцентный. Ну, даже если не на каждый день, то на какие-то события более праздничные, что ли. Потому что это всего лишь, как я сказала, один шпоньк, и все, ваш макияж уже бомба. Вот только похвалила, сказала ему уже два года, и все, походу он заканчивается. Но прям очень небольшой расход, потому что блестки хорошо тушуются. Смотрите, вот мне всего лишь нужно сделать вот так и вот так. И этим же пальчиком я начинаю немного растушевывать. Если понимаете, что лишьку, пальчик протираем. И уже почти сухим пальчиком дотушевываете все, что есть. Легкое такое сияние, но как оно хорошо подчеркивает глаза. Абсолютно любой цвет глаз, кстати, подчеркивает. Хочется, конечно, уже красок добавить на лицо, но давайте мы закончим все-таки с ресницами. Это легендарная тушь, которая увеличивает твои ресницы в 800 тысяч раз. Я выставила видео в ТикТок, где я крашу ресницы, и совершенно случайно Ева сзади начала выглядывать, как агент какой-то, какой-то детектив. Просто типа, мама, что ты здесь делаешь? Короче, видео это набрало, как всегда, вот в ТикТок, я не знаю. Ты там можешь пальца-палец не ударить, у тебя будет полтора миллиона просмотров. А в Инстаграме ты там что-то трудишься, делаешь, два часа оформляешь в сторис, и никто не поймет, никто не оценит. В общем, ладно. Суть в том, что один из самых популярных комментариев под этим видео в итоге стал, а что это за тушь так сильно увеличивает ресницы, потому что у меня там на одном глазу чисто ресниц нет, ну вот как сейчас, да? А на втором просто такие... Вот, это она, девочки, была. Но надо понимать, что мало просто иметь классную тушь, нужно еще уметь ее наносить, чтобы она отработала свое, так сказать. Потому что кому-то нужен суперлегкий эффект, буквально 2-3 взмаха, и она тоже, конечно, с этим справится, с этим справится любая тушь. Но если вы хотите сделать акцент на глаза, чтобы глаза прям были такие... То есть здесь прямо нужно хорошо прорабатывать реснички влево-вправо, как будто прямо их расчесываете так. Сравните, просто сравните. Как будто я только что сходила и нарастила свои ресницы эффектом 2D. Кстати, скоро все-таки я пойду наращивать ресницы, но не потому, что меня тушь не устраивает или что-то еще, а просто потому, что мы отправляемся на 2 недельки в отпуск в южные края. И чтобы там вообще не заморачиваться со внешним видом, краситься я, разумеется, там не буду, ну в плане там тона, чего-то еще. Я хочу вот это классическое комбо сделать перед любой поездкой, это наращивание ресниц. У меня эффект классика обычно. Я просто прошу сделать так, нарастить так, как будто у меня накрашенные ресницы. То есть ни больше, ни меньше, без всяких этих перьев. Более того, я настолько шизик в этом плане, что когда мне делают чуть больше эффект, я прихожу домой, понимаю, что мне это не нравится, что я как будто порхаю на этих крылышках, что это смотрится неестественно и записываюсь на следующий день над снятием. Да, у меня были такие случаи. Так вот комбо, о котором я говорила, это наращенные ресницы и брови, оформление бровей. Ну это просто покраска бровей хной. Итак, у меня появился второй глаз тоже. Нижние ресницы я прокрашиваю вообще всегда. Немножечко я косикнула, отпечаталась немного тушь. Прикольные, да, такие ватные палочки? Деревянные. То есть они не пластиковые, это типа из серии Zero Waste. Меньше пластика. Так, с глазами мы закончили, но с макияжем нет, так что не переключайтесь, девочки. У меня потрясающий маникюр, как вы можете заметить. Где-то есть лак, где-то нету. Я записалась на маникюр уже, но прямо перед вылетом, чтобы хватило на поездку. Я наношу... Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что я сделала. Это рассыпчатая пудра, и я слишком сильно ее встряхнула. По сути, конечно, так не надо. Много... Прикольно. Немножечко прохожусь по лицу, чуть-чуть, просто чтобы мы не блестели. И, наконец-то, делаем мне лицо. Берем скульптор, берем кисточку, набираем кисточкой скульптор и добавляем цвета. Тут прикольно, что в сочетании вот в этом комбо уже есть и немножко хайлайтера, и немножко румян. И в итоге это такое сочетание прямо супер натурель. Румяна, клоранс, цвет вот такой. Вот раз, два, три. Улыбаемся и машем. Остатки, которые на кисточке у нас есть, распределить по носику, где-нибудь вот так вот, по лобику, по подбородку. Ну, буквально чуть-чуть, просто потому что, когда мы бегаем тоже, например, или когда у нас румянец появляется, он, ну, появляется не только здесь, да, вот такими кружочками. Он везде отражается на лице, но по чуть-чуть. Как вы думаете, чего не хватает? А не хватает нам бровей прекрасно. Интересный такой продукт, с которым меня познакомила моя подруга. Называется это мыло для бровей. И просто всем, наверное, мастерам по бровям сейчас нужно отойти от экранов, потому что им будет очень больно, ну, или обидно. От того, что когда у меня появилась вот такая штука, и, собственно, когда у моей подруги появилась такая штука, и, мне кажется, у всех, у кого появляется такая штука, те никогда больше не делают долговременную укладку бровей. По-другому называется ламинирование бровей. Потому что она абсолютная замена ламинированию вот в таком флакончике, и более того, ты можешь ей управлять сам. То есть захотел ты сегодня, чтобы у тебя были вот такие вот брови, да, уложенные? Я сейчас вам все покажу наглядно, как она работает, это просто шок. Захотели? Нанесли. Не захотели завтра? Не нанесли. Смываешь вечером, и ничего у тебя как будто и нет. Ну, то есть это действительно мыло, вот по-другому не скажешь. Вот так выглядит эта баночка. В комплекте идет щеточка. Чтобы это мыло работало именно как долговременный уклад, кисточку надо чуть-чуть намочить водой. Если не хотите именно прямо сильного такого эффекта, можно не мочить, и просто она будет работать как гель для бровей. Посмотрите, сколько здесь средств. Это на всю жизнь, и потом в наследство перейдет вашим детям. Я намочила немного, потому что я хочу показать именно вам эффект. У меня брови сами по себе очень сложно укладываемы. Вот видите, что происходит? Вот это уже шок. Вот для меня это уже шок, потому что обычно мои брови не берутся ничем. И не нужно идти ни в какой салон, никакой химии подвергать свои волоски, свои брови. Можно варьировать вот эту пушистость самому. Я делаю именно так. Сначала я укладываю брови, а затем я прохожусь немного карандашом. Кому-то такой эффект вообще не нравится, это тоже нормально. Мне нравится, когда брови не сильно пушистые, прям вот такие вот. Но в то же время, когда каждая волосинка как будто чувствуется, как будто она живет своей жизнью. Я не знаю, как объяснить. Финишируемый макияж блеском для губ. Тоже универсальная вещь, которая всем подойдет. Немножко подбешивает, что волосы могут прилипать. Но приноровиться можно. И напоследок эту прекрасную водичку в качестве такой жирной точки. Я, конечно, болтала опять 3000 лет. И поэтому кажется, что макияж делался очень долго. Но на самом деле, когда я дома и даже Ева меня там отвлекает, что-то мы ходим делаем, я его делаю минут за 10, максимум 12. Я жду от вас обязательно обратной связи в комментариях, как вам макияж, будете ли вы его носить. Я вас не могу не пригласить в свой инстаграм. Было бы очень неправильно. Может быть, уже звать в свой тикток, что ли? Мой профиль там развивается сам как-то по себе и намного активнее, нежели на всех моих других площадках. Но я, конечно, шучу. На самом деле, что касается тиктока, это такая сейчас вообще непонятная штука. То есть там либо пан, либо пропал. Да, там подписчики набираются. Да, ты там меньше вроде бы усилий делаешь и просто оп, миллион просмотров, оп, два миллиона просмотров. Но это совершенно другая взаимосвязь, как мне кажется, с подписчиками, со зрителями. Здесь у нас с вами такое вот наше комьюнити, очень семейное, домашнее, уютное. Ну, по крайней мере, так я это всегда воспринимаю. А в тикток это все такое какое-то быстрое, поверхностное немножко. Но мне нравится туда выставлять видео, всякие приколы, потому что это вообще не тематика моего канала. Да, в тиктоке я могу так чисто по фану все скидывать и попадать в рекомендации. Нам приближается весна. Это прямо чувствуется, у нас все расцветает. О, что расцветает, все я говорю. У нас все тает просто-напросто. Ничего еще не расцветает, конечно. Но уже намного раньше солнце встает. Намного позже солнце заходит. И прямо так чувствуется. Это прекрасная пора. Я заметила, что под конец каждого видео мне хочется сделать вот так. Это я вас так благодарю, наверное, за просмотр. И вообще, в принципе, за вас. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Обнимаю, целую. Желаю весеннего настроения. И, конечно же, улыбайтесь чаще, красотки. Своими полуманикюрными руками. Пока.